уважаемые стрельцы всем доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро меня зовут ольга сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю с 25 по 31 января включительно сегодня мы как обычно рассмотрим общие характеристики всего этого периода с какими мыслями вы входите в начало этой недели какими у вас могут быть планы намерения общий фонд событий всей этой недели что ждет вас в личных отношениях также рабочая деловая сфера финансы внешний мир и попытаемся рассмотреть скрытые факторы также возьмем карту основного совета и карту ответа на ваш вопрос который сейчас вы можете загадать загадывая свой вопрос обязательно устанавливайте время чтобы вы для себя понимали когда ваше желание проиграется или не проиграется карта которая останется на самом дне колоды будет являться ответом на ваш вопрос да или нет обращаю ваше внимание на то что уже при тасовке развернулись три карты это 7 мечей это 7 жезлов и 8 пентаклей для тех кто работает это сплетни на работе это какая-то рабочая борьба конкуренция это козни недоброжелателей и возможны какие-то подставы со стороны других людей поэтому будьте осторожны в чем-то вам предстоит отстаивать свои интересы свое мнение либо свое место под солнцем в общем такая вот предварительная информация для тех кто работает повышенное внимание в этом периоде колода готова надеюсь что свой вопрос желания вы загадали для тех кто не загадал не успел ставьте на паузу а я продолжаю расклад общий он подойдет и женщинам и мужчинам и так ваша первая карта уважаемые стрельцы все карты перед вами и я приступаю к чтению вашего расклада ваш расклад начинается с неплохой карты это принц чаш эта карта всегда говорит о хороших новостях которые вас порадуют от мужского лица если меня смотрят мужчины стрельцы эта карта вас показывает как человека открытого дружелюбного в отношении внешнего мира для многих вы можете быть хорошим другом и товарищем кто-то из вас по этой карте может быть влюблен и вы мечтаете о встречах о свиданиях для кого-то из вас это переговоры на нейтральной территории благоприятной обстановке вы с кем-то ведете дружескую беседу то есть уже в начале этого периода вы ведете себя очень активно эта карта предвещает любого рода встречи если у вас есть свой транспорт и вы за рулем вы все время куда-то направляетесь если говорить о женщинах эта карта говорит о том что очень многое вашей жизни может зависеть в этом периоде от мужчины либо о мужчине вы думаете это может быть как ваш хороший друг любимый также кто-то из вашей семьи этот человек к вам дружелюбен расположен и готов чем-то помочь может быть вы мечтаете о таком принце на белом коне и для многих из вас для тех кто встречается эта карта может предвещать встречи свидания и интим давайте посмотрим общий фон событий всей этой неделе что входит в вашу жизнь и мы видим карту старшего аркана шута карта шута это карта обновлений эта карта перемен это желание вот этих самых перемен пока что-то в своей голове вы только обдумываете какая-то идея только формируется в вашем сознании но имеет для вас большую роль в будущем то есть возможно на какие-то проекты вы делаете большие ставки надеюсь на то что они поменяют в корне вашу жизнь для каждого это что-то свое но по шуту это желание новых знаний новых ощущений это желание адреналина желание перемен желание выйти на новый уровень вам хочется новых свежих лиц новые идеи великолепная карта для тех людей которые получают образование потому что эта карта ученика для многих актуальна тема ваших детей и их образование у кого дети учащиеся их развития но для вас важно на сегодняшний день и ваше развитие учиться в любом возрасте никогда не поздно открывать для себя какие-то новые горизонты я вижу что рядом с вами есть человек тот кто вам предан тот который в течение всего этого периода будет рядом с вами будет за вас волноваться переживать и давать вам какие-то советы в негативе эта карта может проиграться как то что слишком много спонтанности какой-то неорганизованности возможно даже вы свою жизнь планируете у вас еще таки план но вас могут подводить другие люди от которых что-то может зависеть то есть карта тоже может говорить о форс-мажоре если именно в периоде данной недели вы запланировали какой-то новый проект или даже это ваша основная работа эта карта может предполагать любого рода недочеты и ваши собственные ошибки из-за того что вы где-то расслабились но это как предупреждение давайте теперь посмотрим что ждет наши семейные пары для семейных пар выпала пятерка пентаклей и 6 чаш 6 и 5 5 и 6 на вас выпала пятерочка это говорит о том что вас волнует финансовые заботы конечно несмотря на то что деньги могут зарабатываться вами или вашим партнером их катастрофически может по этой карте не хватать потому что я вижу что в этом периоде вы отчаиваетесь из-за каких-то счетов возможно из-за того что вам нужно помочь еще кому-то из ближайшие родни и здесь конечно переживания и нервы если говорить о вашей второй половинке он или она готов вас поддерживать ваша вторая половинка выглядит более позитивно чем вы в этом периоде и где-то еще вас будет стараться успокаивать многих из вас связывают детки потому что эта карта и ваших деток и внуков для кого-то с одной стороны желание встретиться желание друг другу помочь с другой стороны бывают моменты непонимания как с детьми так и с вашей второй половиной почему потому что эта карта может говорить о какой-то душевной пустоте не стоит волноваться по шестерочки чаш вашу ситуацию можно выровнять кто-то из близких всегда готов вам прийти на помощь если у вас лично у вас есть какая-то проблема то есть здесь вас все любят но вы почему-то вот немножечко в таком подавленном состоянии по этой карте для кого-то это может проиграться как ваши собственные какие-то недомогания из-за которых вы переживаете но снова таки ваши родственники готовы чем-то вам услужить хотя у них и у самих в данном периоде могут быть проблемы с финансами для кого-то из вас эти карты могут проиграться как то что планируется может быть какие-то домашние праздники либо вы что-то будете отмечать но с этим связаны снова такие расходы а денег как бы не хватает но карты неплохие они говорят о том что отношения в паре развиваются ваша любовь еще жива хотя иногда вам кажется что очень сложно и тяжело и бывает что вообще опускаются руки давайте посмотрим что ждет наших одиноких в этом периоде для вас выпала карта двойки пентаклей 9 пентаклей и тройка мечей если бы не троечка мечей можно было бы сказать что все замечательно двойка пентаклей и девятка карты материальные говорят о том что вы пытаетесь ухватиться за любую возможность подработать рассматриваете любые варианты дополнительного заработка которые только могут поступать вы человек очень живой и активный очень общительный уважаемые в обществе другими людьми вы еще сами можете кому-то помогать и от вас может что-то зависит в жизни других людей даже когда не все хорошо я вижу что вы не падаете духом вы верите в свои силы в свои возможности а по этой карте я вижу перед собой действительно талантливых умных и людей очень прагматичных и практичных то есть у вас всегда есть четкий план последующих действий но троечка мечей говорит о том что могут быть разочарования из-за ближайшей дружбы или из-за ближайшего партнерства в той же самой рабочей деловой среде с одной стороны неплохие доходы в этом периоде но может быть деньги уходят либо расходуются на проблемы связанные с близким человеком такое тоже может быть вам бы жизни радоваться по этим картам у вас есть все для этого но возникают какие-то неприятные разговоры то что может вас расстраивать давайте я сейчас возьму дополнительную карту для наших одиноких и попытаемся ситуацию прояснить о чем говорят еще эти карты что если вы встречаетесь на сегодняшний день для вас важна и финансовая основа тех отношений в которых вы находитесь но если ваш партнер до вас не дотягивает на в любом случае в этом периоде могут быть какие-то конфликты по троечке мечей также для тех кто встречается эта карта как предупреждение может говорить о том что в отношениях может быть кто-то третий как с вашей стороны так и со стороны вашего партнера из-за этого может быть тоже разочарование и как разбитое сердце вашей мечты которые не оправдываются ну и все-таки берем дополнительную дополнительная карта это у нас король жезлов если меня смотрят женщины и у вас есть друг вы действительно пытаетесь кем-то выстроить отношения несмотря на то что могут быть конфликты все-таки этот мужчина не захочет вас терять будет пытаться эти отношения наладить но также эта карта может говорить и о том что сам конфликт может и возникнуть из-за мужчины здесь могут быть и ревности если говорить о мужчинах стрельцах такое впечатление что вы все время разочаровываетесь вам все время кажется что кто-то претендует на что-то ваше либо пользуются вашими деньгами но разочаровываться я вижу что по этим картам вы будете недолго вы снова будете в поиске а для тех даже у кого и будут конфликты вы все равно найдете общие точки соприкосновения и будете пытаться отношения наладить для тех кто еще свою вторую половинку не повстречал и вы не встречаетесь вообще карты говорят о том что вы больше увлечены сейчас делами работы из-за работы есть нервы конфликты возможны в работе но и с помощью мужчины здесь что-то можно решить или от мужчины что-то может зависеть не только в работе но и в вашей жизни в общем если говорить о женщинах то есть есть человек который может принимать прямое участие в вашей жизни я вижу ваши внешние данные ваш ум и красоту поэтому конечно же одинокими вы не будете и вы себе по этим картам вижу что цену знаете давайте посмотрим теперь в центр вашего расклада и здесь мы видим основные события вашей жизни основные моменты по судьбе и в работе и здесь для вас выпала очень сложная карта принца мечей эта карта говорит как раз о том о чем я говорила ранее о том что в рабочей деловой среде есть напряжение возможны конфликты конфликты если смотрит меня женщины будут из-за мужчины либо мужчина затевает конфликт но даже если это не так и вы работаете только в женском коллективе эта карта может показывать ваши воинственные качества и желание какую-то ситуацию продавить восстановить справедливость какие-то жесткие разговоры которые могут вам предстоять разговоры на повышенных когда никто никому не хочет ни в чем уступать и вы боретесь за свою честь за свое достоинство что-то отстаиваете для тех у кого в этом периоде намечаются рабочего рода командировки и дороги тоже очень много нервов потому что дороги будут сложные сами по себе дороги в конфликтах от чего-то или от кого-то вы тут явно устали и кому-то вы готовы что-то высказать давайте посмотрим что на вашей душе пятерка чаш разочарование в дружбе в личной жизни рутина событий суета все это то что может вас истощать и вам кажется что так будет вечно что ничего нельзя поменять но это не так пятерка чаш всегда говорит о том что многое в ваших руках вы видите только то что теряете либо то что разбито у ваших ног вот эти самые три чаши но не видите тех ресурсов которые стоят за вашей спиной а это те возможности которые зависят именно от вас то есть перемены в вашей жизни и ваша личная жизнь и рабочая сфера во многом зависит от того под каким углом вы на ситуацию посмотрите конечно же в центре расклада карта принца мечей говорит о прекрасной аналитике но где-то вам может мешать вашей излишняя вспыльчивость в этом периоде и категоричность для тех кто ищет работу в периоде этой недели скорее всего поиски не увенчаются желаемым успехом могут быть разочарования но вы должны продолжать искать шансы есть для себя что-то найти скорее всего не все возможности еще вами рассмотрены если вы не работаете и находитесь живете с кем-то под одной крышей то конфликт еще могут быть из-за того что вы не работаете давайте посмотрим что будет происходить с вашими финансами а на финансы выпала одна из лучших карт в колоде это карта солнышко эта карта доходов стабильного заработка и она говорит о том что вот эти все препятствия вы преодолеете денежки заработать вы сможете если вы зависите финансово напрямую от своей работы то будут заказы будет возможность развиваться благодаря вот тем предложениям которые у вас будут даже для тех кто вообще не работает эта карта говорит о том что как бы кто-то из родней не пытался вам что-то высказывать здесь вам будут готовы помогать и будут вас поддерживать для кого-то из вас уже в этом периоде это поступление крупной суммы для кого-то это может быть даже дополнительные доходы если вы не работаете но у вас есть дополнительный источник дохода то здесь тоже мы видим финансовые поступления давайте посмотрим что будет происходить во внешнем мире на внешний мир выпала карта короля пентаклей и если смотрит меня женщины то очень много вашей жизни в этом периоде будет зависеть от мужчины и возможно не от одного это два совершенно разных человека потому что в вашем раскладе есть и король есть и принц во внешнем мире какой-то мужчина тоже вас может поддерживать для кого-то это может быть ваш начальник коллега по работе либо человека от которого что-то зависит ваших финансах но через мужчину для женщины поступают финансы если говорить о мужчинах стрельцах возможно это тоже ваш компаньон но может быть эта карта говорит и о ваших практичных качествах во внешнем мире которые вы будете проявлять а вы будете их проявлять все-таки несмотря на какие-то болевые моменты выяснения отношений вы будете стараться привлечь максимум людей в свою жизнь для того чтобы заработать то есть здесь по этой карте хорошие доходы тем более рядом с картой солнышко и если говорить о мужчинах то здесь очень много зависит от вас самих для женщин от мужчины давайте посмотрим на скрытые факторы на ближайшее время что может вас ожидать в начале февраля для вас выпла карта туза чаш карта принцессы чаш и карта старшего аркана смерти если бы не вот эта карта то снова таки показано что проблемы есть давайте попробуем разобраться многих из вас ждут новые начинания для кого-то связаны с творчеством что-то вам предстоит изучать в самих процессах то есть вы во что-то погружаетесь чем-то вы увлечены для кого-то эти карты могут говорить о новом знакомстве о влюбленности но по карте смерти это возможен разрыв отношений разочарование если вы находитесь в треугольниках вы находитесь семье то по этой карте это как понимание того для себя что так как вы жили раньше продолжаться больше не может и что-то нужно менять но этот выбор вот эти решения даются вам крайне тяжело вы хотите быть счастливыми вы верите и надеетесь но есть очень много болевых моментов и страха в вашей душе того что если вы что-то поменяете будет еще хуже или будет также эта карта говорит о переоценке жизненных ценностей когда очень многое вы пытаетесь осмыслить а это тяжело для вашего сознания вам тяжело принимать что-то новое и тяжело отказаться от чего-то старого но вы понимаете что менять что-то нужно эта карта как жирная . не возврата в чем-то если вы сделаете смелый шаг не побоясь что-то изменить своей жизни то вашей жизни будут обновления но пока есть какие-то старые болевые моменты будь то люди или обстоятельства я вижу что вы не можете нормально себя чувствовать не можете нормально развиваться вот такие вот карты как предупреждения для кого-то из вас эта карта может показывать кармические программы это и есть карта кармы то есть то что мы обязаны пройти то что нельзя обойти если бы для вас выпали младшие арканы все я бы сказала здесь вы очень многое можете корректировать но в данном случае это то что вам нужно будет пройти и прожить необходимо для какого-то жизненного урока и опыта чем для вас завершится эта неделя мечты надежды фантазии мечты помогают вам жить мечты придают вам сил многие хотят развиваться творчески и вы показаны как люди действительно талантливые может быть у вас много планов много мыслей но вы толком не знаете куда направить свой взор да на чем остановиться с одной стороны с другой стороны это и какие-то ваши заблуждения иллюзорность самой ситуации то есть есть на сегодняшний день какие-то проблемы которые не дают осуществить вам то желаемое о чем вы мечтаете то есть по сути это как воздушные замки из-за того что мы видим есть какие-то старые сложности которые в ближайшем будущем вам предстоит разрешить для того чтобы развиваться также эта карта может предполагать то что вам нужно пересмотреть свое ближайшее окружение кого-то вы недооцениваете либо переоцениваете по этой карте вы в чем-то можете переоценивать свои возможности но все-таки эта карта говорит о том что отдохнуть вы сможете выходные сможете расслабиться и о чем-то помечтать а это уже хорошо давайте посмотрим на карту основного совета для всех для вас для вас выпала карта десятки мечей и она говорит о том что вас еще поджидают какие-то болевые моменты которым вы должны быть готовы ну во первых будьте бережны в отношении своего здоровья почему потому что у кого есть какие-то хронические заболевания эта карта может предполагать обострение эта карта предупреждает вас о том что даже если какая-то ситуация будет вам не подвластна и вы будете придавлены грузом каких-то обстоятельств вы не должны отчаиваться почему потому что всегда после ночи наступает день вы не должны впадать в панику поддаваться депрессиям я все-таки попытаюсь прояснить чем это может быть связано карта очень сложно карта туза пентаклей говорит о каких-то новых возможностях это может говорить о том что может быть вы захотите в своей жизни что-то поменять начать какой-то новый проект или новое дело но по этой карте вам что-то может мешать не стоит отчаиваться потому что сама по себе эта карта это как надежда и как возрождение на будущее она говорит о том что все под контролем высших сил ваша удача еще впереди после прохождения каких-то сложных моментов вашей жизни вас ждет реабилитация то есть если вы болеете эта карта может говорить о выздоровлении если это какие-то рабочие проекты либо потеря работы вообще это возможность найти новую работу если это личные отношения и вы с кем-то полностью их разрываете возможность завязать с кем-то новые отношения и что-то старое вашей жизни отойдет как страшный тяжелый сон как кошмар вашей жизни который рано или поздно закончится эта карта говорит о возрождении и вашем раскладе выплакарта солнышко которая говорит о том что высшие силы будут вам помогать давайте теперь посмотрим на ответ на ваш вопрос да или нет карта пятерки жезлов дает ответ нет почему потому что для того чтобы получить то желаемое о чем вы мечтаете вам кто-то будет препятствовать здесь борьба людей здесь не один человек здесь целая группа людей это может быть и конкуренция возможно вам сознательно кто-то будет ставить палки в колеса вас могут провоцировать на какие-то дурные разговоры за вашей спиной могут быть сплетней вас сознательно втягивают в борьбу провоцируют на конфликт делают все что угодно лишь бы только вы не получили то что вы хотите то есть на данный период карта дает четкий ответ нет но вы помните о том что есть следующие недельные прогнозы когда вы сможете свое желание перезагадать давайте теперь возьмем оракул или норман и попытаемся узнать что вам нужно знать еще в этом периоде информация общего характера и для женщин и для мужчин карта звезд шестерка пик королева бубен карта развилки и карта горы вот карты в общем то даже эти три подтверждают то о чем рассказала нам система таро у вас очень много амбиции об этом говорит карта гора карта звезд говорит о вашем планировании на будущее о вашем возможном звездном будущем но вы будете стоять перед каким-то серьезным и важным выбором по развилке если это личные отношения это могут быть и трехугольники и 4 и четырехугольники это сложность принятия какого-то решения сложность принять какие-то перемены противоречия двойственность это в негативе но в позитиве эти карты говорят о том что какой бы ни была проблема у вас будет как минимум два пути решения этой задачи если вы будете продолжать по вот этой карте бороться за свои амбиции а гора это всегда ваши амбиции желание во что бы то ни стало достигнуть успеха преодолевая преграды гора это всегда преграды через тернии вы придете к своим звездам но дорога сложная как совет о чем говорят эти карты что старайтесь больше общаться коммуницировать больше с другими людьми даже если это какая-то проблема не уходите в себя по звездам рядом с вами есть люди которые готовы вас поддержать и благодаря которым вашей жизни будет не только помощь но и дополнительные возможности то есть кто-то вам может подать руку помощи если вы женщина и вы светленько то эта карта может говорить о том что очень много вашей жизни зависит от вас самой для мужчин эта карта может говорить о том что много вашей жизни будет зависеть от женщины либо от ее решений для тех кого волнуют рабочие вопросы здесь сложности пока остаются много финансовых вопросов но не стоит сдаваться и опускать руки возьму для вас еще одну карту как поясняющую и для вас выпала карта ребенка карта вальта пик это карта хлопот которые вам еще предстоят волнения переживания суета но это всегда и возможность чего-то нового того что может войти в вашу жизнь если вы все эти трудности преодолеете всем вам удачи всем хорошего настроения и позитива подписывайтесь на мой канал кто еще не успел подписаться а я не прощаюсь с вами я вас всех жду в следующих недельных прогнозах alie и и и и и и и